Трехкратная олимпийская чемпионка, хоккеистка Нижегородского Скифа Александр Капустина смотрит за игрой своих подопечных. С одной стороны, женская молодежная команда Нижегородской области, с другой – хоккеистки из Челябинска. Инициативу с самого начала берут нижегородки. Однако даже игра в одни ворота и разгромный счет 15-0 – не повод для тренера расслабляться. Чтобы повысить их уровень, для этого нужно постоянно работать над катанием. Это наше все. Это наш бич. К сожалению, с катанием в женском хоккее все плохо. Поэтому катание, катание. Они этого очень не любят. Они хотят тактику, они хотят большинство разыгрывать. Они думают, что они уже взрослые, уже только такие тренировки видят для себя. Но мы пытаемся до них донести, что кататься нужно всегда. Во втором этапе женского первенства России среди юниоров участвуют 8 команд. По итогам первого этапа победили москвички. Если во взрослом женском хоккее России доминирует Уфа, там очень сильная сборная на базе Салавата Юлаева, то в женской молодежке равном Нижегородской области и московской можно сказать нет. Однако, как говорят сами тренеры и игроки, сейчас ситуация начинает выравниваться. В России появляется все больше сильных сборных с других регионов. Сегодня также Санкт-Петербург развивается. У них там две команды в чемпионате России среди женщин. Также набирает обороты детских хоккеев в республике Башкортостан в Уфе. Там тоже команда мастеров, они чемпионы России. Сейчас они тоже делают ставку на молодежь. И, скорее всего, со следующего сезона присоединятся в первенство до 18 лет. Успешное начало в первенстве для Марины Лисиной – подарок на день рождения. Свои 17 она встречает на катке. Для девушки команда – это в первую очередь друзья и единомышленники. Я считаю, что наша команда самая дружная на этом турнире. Потому что мы самые сплоченные. И мы многие игры выигрываем с помощью нашей сплоченности и нашим характером. В этом году юбилейную дату празднуют все хоккеистки России – женскому хоккею 25. Вот уже четверть века лихая музыка атаки звенит и в женских ушах. Это уже не должно быть как удивление у людей, потому что женский хоккей не стоит на месте и продвигается. Это давно уже не должно вызывать бурные реакции. Девочки точно так же, как и мальчики, могут играть и показывать это, как сегодня показали мы. Победитель второго этапа будет определен 11 февраля на финальном этапе первенства России среди юниоров. Олег Лавров, Вячеслав Орлов. Время новостей.